Я считаю, что в нашей стране, в России, очень неправильная политика налоговая. Потому как очень большие налоги, потом проезд на транспорте не всем доступен даже. Потому как, ну как может какая-нибудь бабушка, может им дают какие-то там льготы. Вот моя мама вроде как тоже пенсионер, ей 76 лет, и в ней карточка, она проходит вроде как бесплатно. Но опять же купить те же лекарства, это вообще бешеные деньги. Мне даже дорого очень покупать такие, несколько тысяч лекарств стоит. За тысячу рублей и больше. А если какая-нибудь бабушка получает пенсию, там всего 10-15 тысяч, нереально прожить вообще на это. Но надо же покупать и продукты, которые тоже очень подорожали. Лекарства вообще неимоверно стоят дорого. И я уже не говорю про то, что одежду надо покупать, ведь как-то жить надо. А еще надо оплачивать бытовые все эти вот расходы. Это коммунальные платежи, Мосэнерго, телефон и так далее. Все это не по карману пенсионерам. И хотя им дают какие-то льготы, но они ничтожны. Я считаю, это неправильно. Это, конечно, изменить хотелось бы вот это. Ну и, конечно, не стоит, я так думаю, сильно вмешиваться в политику других государств. Потому что можно себе нажить неприятности. Вплоть до военных действий. Вот это тоже, я считаю. Ну, я на самом деле очень уважаю нашего Владимира Владимировича Путина, который очень тонко чувствует политику. И не делает мне осторожных шагов. Я считаю, правильно. И я считаю, что мне бы хотелось, чтобы Путин, как и батька Лукашенко, и как Фидель Кастро, был вечным президентом. Продолжение следует...